МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Орлов рассказал парламентариям, что в рамках форума у него запланировано несколько встреч с первыми лицами государства. Одна из важных тем коснется сохранения северных надбавок. Также в рамках арктического форума будут обсуждаться ход реализации проекта «Белкомур». Снег убирается, граффити ликвидируется, незаконная реклама тоже. Город к прибытию иностранных гостей практически готов, заявил на еженедельной планерке глава Архангельска Игорь Годзиш. Но проблемы еще есть. Градоначальник недоволен работой перевозчиков. Накануне у морского речного вокзала произошло ДТП с участием автобуса. Нужно сделать все, чтобы на время проведения форума избежать подобных ЧП, заявил Игорь Годзиш. Необходимо будет, я думаю, пригласить ассоциацию, может быть, да, и пообщаться через ассоциацию со всеми перевозчиками с точки зрения, скажем так, качества управления, да, и особой осторожности. Вот сейчас и достаточно сложная погода, о чем уже было сказано. И вот такого рода пробки, которые будут создаваться в городе по вине перевозчиков, да, они, соответственно, еще более затруднят для всех горожан, вот, эти дни. Три этнических ансамбля песни и танца дадут сегодня концерт в рамках Арктического форума в Архангельске. Это яркие коллективы Коми, Якутии, Чукотки, Зарни Йоль, этногруппа Айрахан и государственный чукотский эскимосский ансамбль из города Анадырь, Эргерон. В концерте примет участие Ольга Литекай, этнолог, специалист по культуре коренных народов Чукотки и Камчатки. Она исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горловое пение. Вас ждут в Доме народного творчества, что на площади Ленина 1 в 18 часов. Вход свободный. До конца марта всем, кто имеет право на льготу при уплате налогов, необходимо заявить об этом в инспекцию, предоставив копии необходимых документов, например, пенсионного удостоверения. Одни льготы полностью освобождают от уплаты налога, а другие лишь частично. Например, по транспортному налогу размер льготы в Архангельской области ограничен суммой 980 рублей. Неважно, о каком налоге идет речь, будь то налог на имущество физических лиц, транспортный, либо земельный налог, главное – подать заявление о льготе до первых чисел апреля, то есть до начала исчисления налога. А пользователи личного кабинета, сайта Федеральной налоговой службы, могут подать заявление и документы в электронном виде непосредственно через сервис. 8 апреля во Дворце детского и юношеского творчества пройдет благотворительная акция «Время добра». В ней примут участие дети со всех коррекционных школ, интернатов и реабилитационных центров Архангельской области. Билеты на концерт можно приобрести в кассах АЦДО. Все собранные средства пойдут на творческое развитие детей с инвалидностью. В этот раз мы решили немного изменить формат и провести не просто концерт, в котором принимают участие дети с инвалидностью и коллективы Дворца детского и юношеского творчества, а еще провести благотворительную ярмарку. И на самом деле оказалось, что столько заинтересованных ребят, которые готовы предоставить свои работы, настолько интересные получились работы, более 300 подделок, изделий всевозможных, будут представлены на благотворительной ярмарке. И поэтому я думаю, что будет очень-очень интересно. Сегодня в Архангельске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16. Температура воздуха от минус 2 до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 16. Продолжение следует...